доброго здравия уважаемые друзья с вами на связи мошкин владимир руководитель и основатель сообщества правовец сибирь сегодня я запускаю новую рубрику скоро будет размещена кнопка на наших официальных сайтах в которых вы будете видеть решение людей в их пользу то есть решение судов в пользу людей раздел будет называться решение в нашу пользу сегодня я презентую первое видео первое решение покажу как его найти в интернете убедиться что она реальная и еще что хочу сказать я можете скидывать обращаться ко мне если есть решение судов вашу пользу или вы просто найдете решение судов в пользу людей просто обращайтесь ко мне мы будем выкупать по цене 1000 рублей за такое решение то есть если вы предоставите несколько решений которые в пользу человека то мы его опубликуем и вам заплатим 1000 рублей за то что вы его предоставили ежемесячный бюджет на эту на эти мероприятия составляет 30 тысяч рублей то есть 30 судебных решений в пользу человека в месяц ну то есть пока начинаем то есть у нас есть такие свободные средства 30 тысяч рублей поэтому можем позволить себе в месяц выкупить 30 судебных решений в пользу человека который мы опубликовываем у себя на сайте с целью с единственной целью для того чтобы люди понимали что не все так плохо что в действительности есть решение в пользу людей действительности что суды можно выигрывать и нужно выигрывать что человек всегда прав человек есть высшая власть и так далее и неважно там легитимные легитимные суды либо международным то есть опубликовывая такие решения мы хотим показать людям что все у них получится потому что большинство людей даже в жизни не встречали положительных решений в пользу человека они на самом деле есть их очень много и вот именно с этой целью целью мы опубликовываем это все и готовы за это платить деньги потому что понимаем что просто так бесплатно люди не будут шевелиться и что-то там где-то искать и кому-то что-то отправлять поэтому 1000 рублей за решение в пользу человека которое вы нам предоставите мы вам переведем денежные средства за это решение за то что вы его нашли и предоставили нам любой труд должен быть оплачиваемый поэтому мы за него платим но теперь представляю вам решение переходим на сайт суда московский городской суд 2015 год номер дело 33 89 85 вот она внизу высветилась когда я набрал этот номер дела нажал кнопку искать в разделе апелляционная инстанция то есть заходите на московский городской суд на сайт электронная канцелярия выбираете раздел апелляционная инстанция информация по гражданским делам апелляционной инстанции все вводите номер дела получаете решение можете здесь его скачать я его нашел также в консультанте потому что там более удобно его читать видим до что ответчик физическое лицо кулакова ольга скорее всего викторовна истец оао мастербанк переходим на решение я его скачал от на google диск залил и зачитываем то есть 22 июля 2015 года номер судья воронов судебная коллегия по гражданским делам московского городского суда составе председательствующий ермилова и судьи мариева и гритских при секретаре заслушав в открытом судебном заседании по докладу судья гритских гражданское дело по апелляционной жалобы ответчика на решение нагатинского районного суда города москвы от 10 декабря 2014 года которым постановлено иск банка к физическому лицу расторжение кредитного договора изыскание задолженности по кредитному договору удовлетворить расторгнуть кредитный договор заключенным между тем тем взыскать в пользу банка задолженность по кредитному договору в сумме 54 миллиона семьсот восемь шесть тысяч триста два рубля как мы видим сумма очень большая и и человек все-таки выиграл хотя многие бы сейчас сказали да сумма большая там от ипотеки там автокредиты такие там лизинги какие-то бизнес кредитом несколько там миллионов и типа басут всегда на стороне банков однако вот и реальное решение где суд на стороне человека и хотя сумма тут не маленькая 54 миллиона и судится банк с человеком том числе основной долг в размере 48 миллионов проценты за пользу кредитом 4 миллиона неустойка 200 два с половиной миллиона неустойка за просроченный по просрочку погашения процентов 211 тысяч также а сходы по плате госпошлины а взыскать всего 54 миллиона так вот суд установил обратилась суд с иском то есть банк обратился суд с иском гражданину о расторжении кредитного договора и взыскании задолженности в обосновании заявленных требований истец указал что гражданин и коммерческий банк 22 апреля 2013 года заключили кредитный договор номер такой то в соответствии с которым истец обязался предоставить ответчику кредит в сумме 49 миллионов 44 тысячи на срок по 22 апреля 2014 года то есть на год с уплатой за его пользование 80 процентов с половиной процента годовых в исполнении данного кредитного договора истец предоставил ответчику денежные средства путем перечисления на счет ответчика что подтверждается выписка из лицевого счета и так далее согласно такого-то пункта тут это вы все сами прочитаете скачаете прочитаете вкратце просто вам резюмирую что суд первой инстанции человек проиграл потому что суд первой инстанции не просто видать ему заплатили взятку и он решил вынести решение против человека ну так принято в первой инстанции всегда в пользу банка решение определяет выше настоящая инстанция перепроверила доводы и в пользу человека вынесла решение вот между тем выводы суда первой инстанции не соответствует обстоятельствам дела соответствии с 819 гражданского кодекса статьей по кредитному договору банк или иная кредитная организация кредитор обязуется предоставить денежные средства в размере на условиях предусмотрен договора а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и платить проценты на нее к отношениям по кредитному договору применяется правило предусмотренную параграф 1 главы 42 гражданского кодекса если нет но и не предусмотрен по правилам настоящего параграфа не вытекает из существа кредитного договора соответствии с пунктом 1 статьи 87 договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей из данной нормы следует что договор кредита является реальной они консенсуальная сделка из читается заключенным не с момента подписания договора а с момента передачи суммы кредита заемщику так вот банк не смог подтвердить что деньги заемщику передавались то есть нету соответствующих бухгалтерских документов заемщик их запрашивал но суд не посчитал нужным в этом вопросе разобраться апелляционный суд разобрался и привел доводы обязанность доказывания факта передачи заемщику денег по кредитному договору соответствии с правилом распределения бремени доказаний установленной статьи 56 гпк рф возлагается на кредитора следует в настоящем процессе истец обязан был предоставить допустимые относимые доказательства передачи денежных средств заемщику ответчик подавал еще встречный иск в котором все это дело прописывал проводилась экспертиза потому что суд не имеет ни один судья не имеет x специального образования чтобы оценивать почерк и документы финансовые потому что область финансов это узкоспециализированная направленность и по ней нужно именно эксперта приглашать судебное заседание поэтому ну тут пришлось человеку потратить 60 сейчас мы перейдем к решению 61 1800 рублей на эксперта то есть чтобы сделать заключение эксперта который тоже банк вернее тоже суд первой инстанции не принял как доказательство суд апелляционной инстанции принял как доказательство вот этот единственный наверное момент со судебной экспертизы которые просто многие люди не смогут потянуть в качестве что денег стоит дорого и не смогут правильно задать вопросы экспертом и сформулировать ходатайство и так далее и заявление сформулировать вот в этом наверное и проигрыши большинства людей но я так полагаю так но это вы все прочитаете суд апелляционный определил коллегия вернее из трех судей решение на гатинского районного суда города москвы от 10 декабря 2014 года отменить принять по делу новое решение в удовлетворении иска коммерческого банка к физик гражданину о расторжении кредитного договора 22 апреля тринадцатого года и взыскание задолженности по кредитному договору судебных расходов отказать встречный иска признание кредитного договора незаключенным удовлетворить признать незаключенным кредитный договор номер такой-то взыскать банка в пользу гражданина в счет возмещения расходов по оплате услуг представителя 20000 рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины 200 рублей так что друзья подписывайтесь подписывайтесь на мой канал распространяйте это видео ставьте лайки делайте репосты ежедневно то есть 30 видео в месяц то есть ежедневно будут записываться такие видеоролики о результатах в пользу людей решение судов с банками и другими уголовными административными гражданскими делами то есть мы различными категориями дел занимаемся и еще раз повторяю что если у вас вы где-то наткнулись на решение в пользу человека пишите мне в личку контакты будут под видео и либо обращайтесь на нашем сайте правоведсибирь точка ру и правоведсибирь точка орг консультантам на сайте пишите что у вас есть решение в пользу человека за каждое решение мы оплачиваем тысячу рублей ну лично я оплачиваю я этим вопросом занимаюсь в правоведсибирь то есть я его регулирую оплачиваю своих денег благодарю всех за внимание не отчаивайтесь правда на вашей стороне рано или поздно вы выиграете все зависит только от вашей грамотности поэтому образовывайтесь читайте больше изучайте больше всех благ благодарю за внимание